Игру под названием Paranatical Activity удалили из Стима после того, как Майк Молбек, сооснователь студии Code EverEyes, угрожал Гейбу Ньюиллу убийством. Если что, Гейб Ньюилл это тот, кто владеет Valve. Молбек возмутился тем, что его игру отметили как ранний доступ, хотя она была полностью закончена и готова к употреблению. А вот, собственно, и неудачное словосочетание, которое использовал Майк в Твиттере. Вы, черт подери, шутите, Стим? Мы только что вышли из раннего доступа, и это наш байнер на главной странице? Сначала они заставили меня отложить игру, потому что я не могу выпускать игры по выходным, теперь еще и это? Стим это некомпетентное сборище дерьма. Гребаный Стим забирает деньги из моего кармана, дезинформирует людей о том, что моя игра в гребаном раннем доступе. Я убью Гейба Ньюилла, он умрет. Воу-воу-воу, парень, полегче? Неудивительно, что твою игру убрали. А вообще так, совет на будущее. Если ты разработчик игр, который хочет разбогатеть, кусать руку, которая тебя кормит, плохая идея. Субтитры сделал DimaTorzok с псевдонимом Боб Робинсон, был назначен следить за Джеки. В общем, операция, видимо, шла успешно. Он сформировал отношения с 22-летней активисткой, они встречались, и в 85-м году Джеки родила ребенка. И это несмотря на то, что сам женат и с детьми. А через два года Боб просто исчез. И только в 2012 году женщина узнала правду из газет, когда его разоблачили участники какой-то из организаций по защите чьих-то прав. Ну и пошло-поехало. А государство решило пойти на компромисс с Джеки, предложив ей кучу денег. Скотланд-Ярд заявляет, что безоговорочно приносит извинения за возможные боли и страдания. То неловкое чувство, когда любовь всей твоей жизни на самом деле агент под прикрытием. Самое стрёмное, что таких агентов было много, и как мы знаем, полицейские любят злоупотреблять полномочиями. Если вы понимаете, о чём я. В общем, женщина посещала психотерапевтов, и история в целом достаточно грустная, но теперь у неё есть куча денег и шпионская история. Кругом ложь и обман. К примеру, 47-летний Алан Найт притворялся, что периодически находился в коме на протяжении двух лет. Каков хитрец! Дело в том, что Алан хитрый ублюдок. Он получал пособие по инвалидности, потому что каким-то образом симулировал парализованность из-за якобы поврежденного позвоночника. А также он одурачил своего соседа, пенсионера, который болеет Альцгеймером, на 40 тысяч фунтов. И потратил эти деньги на шоппинг и праздники. Вот вредный говнюк! Когда королевский суд Суонси решил наказать негодника, он записал себя в больницу и упал в кратковременную кому. Вот тут-то и началась его двухгодичная эпопея. Неплохой манёвр. В любой непонятной ситуации впадай в кому. Его жена Хелен, которая типа ухаживала за ним, на самом деле была в курсе о проделках эфериста. В результате его разоблачили весьма забавно, прямо ха-ха. Когда пациент отходил от приступов комы, да, он периодически выходил из комы и потом опять в неё впадал. Да, звучит как сон. Так вот, врачи замечали, что когда Аллан в сознании, будучи парализованным, он ел, вытирал лицо и даже что-то писал. Но с поличным его взяли, когда камера в одном из супермаркетов зафиксировала, как он ходит с тележкой по магазину. Так тебе и надо, говнюк ты, а не рыцарь. Ну и напоследок, родители распереживались после того, как в одном из филиалов магазина Toys R Us в США появились фигурки героев телесериала Breaking Bad. Фигурки у Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана оба в защитных костюмах с противогазами. В комплекте у мистера Уайта химические мензурки, а у Джесси подносы грушечными кристальчиками метамфетамина. Кэти Леви, одна из возмущённых мамаш, обладательница четырёх детей, говорит, «Мне не кажется уместным для детей иметь дело с чем-то, что связано с наркотиками. Здесь не настоящие наркотики. Мне кажется, это неуместно. Но так и не покупая их детям». А представитель филиала ответил, «На упаковке продукта чётко написано, что предмет предназначен для возраста от 15 и старше, и находятся эти фигурки во взрослом отделе». Хотя владелец филиала подтвердил, что фигурки находятся в лёгкой досягаемости для маленьких детей, но говорит, что фигурки пропагандируют наркотики, то же самое, что говорит, что игрушечные пистолеты пропагандируют насилие. А родители пусть расслабятся и проявят фантазию. Эти игрушки не пропагандируют наркотики, они прививают любовь к химии и образованию. Всё субъективно. «Воспитывайте своих детей молодцами, и тогда ничего плохого с ними не случится». О, и вообще эти фигурки предназначены для коллекционеров. Наверное. На этом, пожалуй, всё. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь, ставьте лайк, и если вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему в группе ВКонтакте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!